Строки этой душевной песни принадлежат Сергею Есенину. Стихотворение «Клен ты мой опавший» было написано им в ноябре 1925 года. За окнами 2013-й, но произведения Есенина бессмертны. В этой уютной комнате, где располагается некоммерческое партнерство «Милосердие и радость», прошел вечер «Золотая осень», посвященный творчеству поэта. Знаю то, что о нас с тобой вместе, вместо ласки и вместо слез, у ворот, как о сгибшей невесте, тихо воет покинутый пес. Благотворительной организации «Милосердие и радость» уже 20 лет. Под словом «благотворительной» стоит понимать не деньги, а нечто другое, куда более важное. Здесь помогают детям с ограниченными возможностями, занимаются их социальной адаптацией. И этот вечер для ребят крайне важен. «Вся Русь любила этого святого, любит ныне веки скоростей, спасает людей со дна морского и со дна мирского. Сарушка молит, будет утешение, ребенок просит и ему дает, и узнику пошлет в освобождение, и путника в дороге поведет». Их не нужно заставлять учить стихи наизусть. Они сами выбирают понравившиеся и с удовольствием учат. Каждое стихотворение – маленькое достижение. Некоторые не скрывают волнения и эмоций, но именно этой неподдельной открытости чувств порой не хватает каждому из нас. Они очень открытые, очень доброжелательные. У них нет совершенно того, что мы видим в обычных детях. Вот тех, которые 2-3 года, они уже в 2-3 года очень хорошо приспосабливаются, они прекрасно понимают. Мы относимся к ним как к детям, они все понимают, они лучше нас чувствуют. И они прекрасно знают, как нужно использовать ситуацию. Вот просто использовать, понимаете. Когда нужно там поплакать, когда нужно там ногами потопать. А у них этого нет. Таким был и Есенин – взрослым ребенком с неподдельной искренностью. О стремлениях, предчувствиях, ожиданиях поэта зрителям рассказала Александра Смородина, руководитель музыкального литературного театра «Черноголовки». С Натальей и ребятами она познакомилась 7 лет назад и сразу поняла – нашла родственные души. Они меня встретили с радостью и с любовью. Я их полюбила. И они меня полюбили. Если я не могу прийти по болезни, они скучают, они звонят. И вы знаете, они любят поэзию. Вот еще в чем мы сошлись. Они любят поэзию. Они ее любят, они ее чувствуют, они ее понимают. Они носят с собой сборники. Я стала с ними заниматься художным словом. Овладеть техникой сценической речи не просто даже взрослым. Здесь учитывается все – четкость, ясность, выразительность произношения, постановка дыхания. Но ребята стараются и делают большие успехи. Этот вечер запомнился не только песнями и стихами, но и выступлением Лолиты Зуевой, постоянной участницы концертных программ Черноголовской школы искусств. Яркое выступление девушки стало завершающим и сопровождалось громкими аплодисментами зрителей. Мария Жукова, Михаил Меркулов, городской округ Черноголовка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова